Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прошу помочь понять, правильное решение ли я для себя определил. Ну, совершенно очевидно, что правильных решений не существует. Существуют те решения, которые нам кажутся наиболее лучшими, наиболее адекватными в какой-то ситуации. Ну, уж никак не правильное, что такое правильное решение. Дальше. Я находюсь в отношениях с неразведенным мужчиной. Здесь далее хочется сказать, что да, есть определенные обстоятельства, которые делают эту ситуацию, скажем так, возможной. Да? Вот. И я думаю, что немножечко ваши слова, да, расходятся с переживаниями. Вот. И поступки. Потому что по поступкам вы делаете одно, как будто бы то, что считаете более правильным. А по переживаниям, как будто бы вы хотите, что ли, несколько другого. И ваши переживания выдают несколько иные ценности. Вот. Выдают несколько иную систему. Как будто бы ценности. Вот. Совсем не ту, которую вы, к примеру, демонстрируете. И вот, на мой взгляд, данное противоречие как раз и является проблемой. Вот. Потому что вот это вот несоответствие внутреннего и внешнего, да, в принципе, в общем-то является тем, что селит в вас вот эти вот такие, знаете, как это сказать, ну, неоднозначные, скажем так, чувства. Вот. Вот. Поэтому, если и разбираться, ну, с чем-то, да, вот, то, наверное, вот, ну, в первую очередь, с этим. То есть, если с чем-то разбираться, то разбираться вот с тем, чтобы ваши, значит, так скажем, внутренние переживания, ваши внутренние эмоции соответствовали тому, что во мне, ну, как бы, вы демонстрируете. Вот. Вот. Сейчас я должен констатировать, что этого не происходит. И именно поэтому вам в, ну, в текущей ситуации, на мой взгляд, тяжело. Вот. Вот. А не по тем причинам, которые, которые вы здесь и далее называете. Они просто являются подтверждением, подкреплением полисистемных проблем. Встречаемся уже почти четыре месяца. Пишите вы. А что между вами общего? Что вас объединяет? Что вас связывает? Мужчина ушел из семьи уже полтора года назад. Живет отдельно и живет сам. Для вас это, как будто бы, имеет значение. То есть, вы здесь, как будто бы, пытаетесь, что, себя убедить? Вот. Вы здесь пытаетесь себя убедить в том, что мужчина, вот, что называется, ну, достойен, да, там, не знаю, доверия и так далее. Как это получается? Или как? Откуда у вас вот эта вот позиция, что вот человек, там, уже какой-то, уже, ну, полтора года, значит, живет один, живет сам. Вот. То есть, откуда, откуда, с чем это, с чем это вот связано? Ну, то, что вы этому прямо-таки, вот, уделяете внимание, и я бы сказал, что, ну, внимание уделяете довольно-таки большое. Вот. То есть, ну, вряд ли это, вот, какая-то, вряд ли это какая-то случайность, да. Вот. На мой взгляд, здесь вы демонстрируете, в первую очередь, неуверенность в себе. Я часто бываю у него в гостях дома, каждое утро, и перед сном мы созваниваемся по телефону, и я всегда знаю, что он засыпает, он и просыпает сам один. Но здесь вы уже демонстрируете элементы какого-то контроля. Опять же, это про неуверенность в себе. То есть, про оспаривание собственной ценности и собственной значимости. Это говорит о том, к сожалению, это говорит о том, что вы своими действиями не можете реализовать свои значимости. Вот. Вот о чем это, к сожалению, говорит. И когда человек не может реализовать, значит, ну, вот, посредством своих действий свою значимость, вот, не может посредством своих действий реализовать свою, ну, я бы сказал, да, ценность, вот, ему начинает требоваться подкрепление какое-то извне, к сожалению. И вот наша задача заключается в том, чтобы вы свою потребность в, значит, ну, значимости, свою потребность в ценности, вот, чтобы вы ее реализовали или реализовывали самостоятельно, вот, что вам для этого, ну, не был нужен кто-то из вне, чтобы вам не нужно было ради этого контролировать там и так далее. Он очень ответственный, после развода оставившийся недвижимый дом в квартире машины своим детям и жене, поддерживает их материально. А ответственность ли это? Вот что интересно. Это ответственность, или это вина? Вот. То есть, ну, вот, не все так. Однозначно, здесь, на мой взгляд, как вот, может показаться там на первый взгляд. Потому что, когда человек делает так, то есть, там, все отдает, еще и подарки, помогается, вот, это, видите, очень похоже на вину, а вот человек, который испытывает вину, да, это, вот, человек, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, вот, он, в общем-то, обладает, если можно так, если можно так выразиться, рядом, рядом проблем, вот, скажем так, рядом проблем, обладает такой, такой человек, вот, и вопрос заключается в том, да, готовы ли вы, можете ли вы, должны ли вы, с ними мириться, вот, с этими, значит, проблемами мириться, вот, можете ли вы с ними мириться, что человек, получается, ну, посвящает себя без остатка другим, вот, ну, как бы, действует, получается, он, в той или иной степени, в ущерб, с мамой себе, да, в ущерб, ну, там, своим отношениям, вот, и так далее. Это, опять же, вот, ну, довольно, вот, специфическая история. Дальше. Дети взрослые, старшие мосыны, 14, младшие, 12, официально расход не оформляют по причине болезни младшей дочери. Говорят, что, когда поехали в суд, говорят, что, когда поехали в суд, им сказали, что документы после развода придется оформлять заново, это ужасно сложно. Ну, здесь, надо сказать, конечно, юридические такие моменты, вот, я не знаю насчет этого, то есть, я, ну, то есть, я не знаю, так это или нет, но, на мой взгляд, как-то немного странно, о каких документах идет речь, да, о каких документах нужно перед оператором знать, вот, как это все связано с болезнью дочери, мне как-то, вот, уловить этот момент довольно-таки тяжело, вот, поэтому можно было бы здесь, в принципе, предложить человеку, значит, юридическую помощь, да, для того, чтобы, ну, помочь ему, вот, может быть, и нет никакой проблемы с документами, да, с переоформлением, ну, с переоформлением документов, вот, может быть, никакой проблемы с этим нет, вот, а условно говоря, вашего мужчину, да, там, просто, ну, к примеру, обманули, да, и... или просто, ну, не дали всю информацию, да, и дали, то есть, ну, потому что для меня это пытается выглядеть немного странным, я, конечно, не разбираюсь в этом особенно сильно, вот, но, в общем и целом, я могу сказать, вот, что, как-то плохо-плохо у меня получается, видеть ситуации, видеть ситуации между, вот, теми моментами, которые вы озвучили, вот, они, безусловно, может быть, есть, эти моменты, я не спорю, вот, но, то, что... то, что... то, что... их сложно... увидеть... увидеть... это факт. Дальше. Решили повременить с разговором, кто решил, насколько решили повременить, да, непонятно. Ведь у дочери-то, блин, она так и будет. Вначале отношения все было прекрасно, много внимания, работы, ласки и встреч, стали строить планы на будущее. Ну, смотрите, я здесь не берусь утверждать наверняка, вот, но, как-то мне показалось, что, вот, в этой ситуации, в этой ситуации, как-будто вы, знаете как, ну, как-будто больше заняли позицию от мужчины, как-будто бы, вот, то есть, я бы сказал, что, вот, все, что было хорошо, вот, как вы говорите, да, что, ну, были ласки, встречи и так далее, вот, так вот, как-будто это все, как-будто бы, как-будто это все. Зависело только от мужчин, мужчины, то есть, пока мужчина вам это все давал, да, пока он мог вам это все давать, пока он его был, вот, ну, не знаю, какой-то ресурс для этого, вот, все было хорошо, как только у него ресурс исчез, да, у вас в этом смысле стало все не очень хорошо, как только он начал себе замыкался, как только он начал говорить о, ну, проблемах каких-то, которые у него, у него есть, или, ну, ну, просто вот, которые сложились, да, вот, то сразу стали, сразу, ну, появились проблемы, вот, и, конечно, это вызывает вопросы, вот, это вызывает вопросы, это вызывает вопросы к вам, вот, насколько вы, самостоятельно, понимаете, вот, насколько вы самостоятельны в своем поведении, да, насколько вы самостоятельны в том, в вашем, что, чтобы, ну, продвигать, условно, условно говоря, вот, свою модель, ну, свою поведенческую, поведенческую модель, независимую, независимо от того, как, как вот, ведет себя другой человек, то есть, насколько вы самостоятельны, самостоятельны, насколько вы самостоятельны, да, в своем поведении, это, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, это довольно важно, вот, если мы хотим разобраться в ситуации, да, если мы хотим понять ситуацию, если мы хотим помочь вам, опять же, вот, вот, вот вы, ближе стали строить планы на будущее, кто стал, какие планы, что есть в будущее, как бы, не ясно, что это такое, то есть, такое ощущение, да, что, вот, важно не то, что, вот, ну, здесь и сейчас вам хорошо, а важно именно, вот, ну, строить на то, что будет, ну, это, вот, косвенно показывает, вероятно, да, что вы, вот, ну, не совсем, не совсем можете, вероятно, не совсем можете, как это, как это сказать, жить здесь и сейчас, вот. И если это действительно так, если это действительно, ну, если это правда, если вы правда, если вам правда сложно здесь и сейчас жить, вот, если вам, ну, сложно, если вы не можете, не умеете, если у вас нет опыта этого, вот, то, конечно, ну, задача, задача психолога, вот, заключается в том, чтобы вам в этом помочь. Ну, конечно, конечно, вот, только если у вас есть, ну, желание этим заниматься, вот, только если вы хотите, хотите этим заниматься. Так, значит, начать знакомиться с родственниками, да, то есть, вот, все, как бы, здесь, все ваше внимание на мужчину. Вот, вот, спустя два месяца стало ощущать, что он закрывается и замыкается. Ну, тут, ну, тут лично я думаю, сыграла роль ваша тревожность больше, вот, на мой взгляд, вот, потому что, ну, как бы, сами вы, почувствовали, почувствовали, ну, вот, может быть, что человек стал, ну, как бы, несколько дальше от вас, да. Вот, вот, вы могли почувствовать, что, ну, мужчина меньше стал, там, допустим, проявляться, проявляться по отношению, по отношению к вам. Да, опять же, да, это все верно, это все, действительно, ну, действительно, это все, может, может быть, может быть, так, что это, вот. Но, то, что он начал замыкаться, это, скорее, уже ваша история про тот же самый ваш страх, вот, то есть, это про то, что вы, вот, как-то, ну, боитесь, значит, боитесь чего? Да, боитесь того, что, ну, например, вас могут отвергнуть, да, боитесь того, что человек там уйдет от вас, что вы неценны ему и прочее. То есть, обычно, обесценивает себя. А, так, попробую поговорить, не на эту тему сказал, что это связано с тем, что испытывает эмоциональные качели, так как очень сильно переживает по поводу своих детей. А что за них переживать? Вот. Вот. Это, если это довольно сильные чувства, то ему бы к психологу нужно обратиться. Вот. Дети, вот, после его ухода стали замыкаться, практически не общаться, ну, как бы, тоже, вот, да, насколько вот большие деньги, как мне показалось, тратятся там на подарки, вы говорите, коммунальные расходы счета, да, да, ну, вот, может быть, имела бы смысл какую-то часть этих средств, да, вот, ну, попробовать, попробовать, значит, попробовать инвестировать в психологическую работу, ну, вот, вот, а то, получается, что, ну, ничего этого не происходит же, по сути, вот, и, как бы, ну, вот, вопрос. Дальше, так, значит, у него на фоне этой картины происходить переживания внутренние, ну, это нормально, с этим работать нужно. Несколько недель назад сам вышел с разговором о том, что не может эмоционально справляться со своими страхами. Ну, такой работать нужно, опять же, с психологом говоришь, намекнул на то, зачем мне все это нужно, что мне нужен достойный мужчина рядом, и я должна быть счастлива. Ну, это бегство от своих переживаний. Так сказать, не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы решить все проблемы. Ну, времени понадобится, может, много, да, если, как бы, с этим не работать, и чтобы он смог максимально себя посвятить мне. А вот это вот история интересная. Что значит максимально посвятить себя вам? Откуда эти мысли? Это вот те мысли, которые, быть может, вы ему транслируете? Вот. То есть, ну, негласно, конечно, негласно. Вот. То есть, то, что, ну, например, вы бы хотели, да, чтобы он посвящал вам, там, ну, грубо говоря, больше, там, не знаю, больше, больше, ну, своего времени, например. Вот. То есть, то есть, как бы, вот, пока не очень, не очень понятно, да. Вот. Откуда у него, вот, такие мысли, мысли, ну, возникли, возникли, вот. И, естественно, ну, естественно мы можем, можем, говорить о том, что, вот, что это он там, что это все он, что это его, 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 там, ответственность, такая вот. И все такое. Но, на мой взгляд, вполне может быть и ситуация, что это то, что он транслируете ему вы. Поэтому, вот, если вы себя зажимаете, если вы где-то не искренне сами с собой, то, ну, вот, как раз отсюда возникает такая старость. Так, я за этот период глубоко привязал к нему и испытываю сильные чувства. Ну, привязка к человеку, особенно глубокая, да, не означает чувство к нему, вот. Дело в том, что мои потребности, а привязка там к работребности, это то, что направлено ко мне, вот. А чувство к другому, то есть направлено от меня. Поэтому давайте все-таки мы будем различать эти вещи. Опустить вот так просто не смогу, потому что вижу в нем мужские качества, которые мне очень импонируют, кроме его незрелости. Почему вы считаете, что он незрел? Где проявляется его незрелость? Я просто не очень понял. Дальше. Вы центрируетесь на определенных мужских качествах, которые вам импонируют. Это про потребности. Про ваши потребности. И про то, что целиком человека вы, получается, не воспринимаете. А воспринимаете сначала его мужские качества, которые вы ищете, потому что с ними связаны ваши потребности. И, вероятно, внутренние противоречия тоже. А все остальное потом. Вот этот дисбаланс нужно выпрямить. Начинать нужно с себя. Очевидно, что дисбаланс отношения к мужчине – это следствие вашего дисбалансного отношения к самой себе. Вот. Дальше. Я остался в этих отношениях, понимаю его сложную ситуацию. Решил поддержать в этот сложный период для него в надежде, что время все расставит по своему свободу. Это ошибка. Классическая ошибка объяснивающего себя человека. И самое главное – обманывающего себя. Да? То есть, внешне пытаешься делать так, как правильно. А по факту надеюсь на что-то другое. Дальше. У меня сын от первого брака. Выходить замуж не тороплюсь, но я и скрываться не буду. Очень хочу семью. Зачем? Не в смысле того, что вам это не нужно. Не в этом смысле. А в смысле зачем? То есть, ну, для чего? Что вы видите для себя в семье? Вот. Что такого важного вам может дать в семье? Ну, чаще всего это история про какую-то безопасность. Вот. Чаще всего это история про защищенность. Чаще всего это история про гарантии какие-то. Вот. Поэтому давайте как бы попробуем разобраться. Да еще и очень сильно вы хотите семью. Ну, вот. Очень было бы интересно увидеть, каким значением, да, вы наделяете. Ну, вот. Смир. Ну, вот. Было бы очень здорово. В этом разобраться. И было бы очень здорово все-таки по какой-то возможности, вот. научить вас, условно говоря, различать все-таки, все-таки различать то, что направлено, да, на вас и то, что направлено, значит, к человеку. Вот. Дальше. Выходить замуж не особо доработать. Так. Значит. Хочу. Хотел выстроить гармоничные отношения с его детьми и дружить с семьями. Ну, не все могут это сделать. И да, что вам сейчас мешает. Я так смогла выстроить эти отношения с бывшим супругом и его новой женой. Ну, вы молодец. Вы молодец, естественно, что так сделали. Только нужно все же, наверное, ну, наверное, понимать, что возможно, возможно, это далеко не всегда и не за всеми людьми. Кстати, а из-за чего вы развелись с бывшим мужем? Вот сейчас ситуация получается такой, что у вас не складывались отношения с бывшим мужем, раз вы с ним развелись, теперь не складываются отношения с этим мужчиной тоже. Но при этом получается довольно-таки неплохо складываются отношения, где нет близости. Вы же не боитесь ли вы сближаться? Сама я в разводе 10 лет полюбила его очень сильно. Ну, знаете, когда любишь, не боишься, что он вернется. Любовь и готовность отпустить в том числе. У вас этого нет. Поэтому говорить о том, что вот прямо вы его любите сейчас, наверное, невозможно. Вот. Понимаете? И когда любишь, не думаешь о будущем отношении. Достаточно просто помочь, что вот как бы здесь и сейчас есть. Вам недостаточно этого. Я не говорю, что должно быть по-другому. Я просто говорю о том, что не выдайте ли вы чувство любви, да, вот, с привязанностью, с тем, что вы хотите быть именно с этим человеком. С тем, что вам нужны эти мужские качества в нем и так далее. Вот. Поэтому с этими вещами, конечно, нужно разбираться. Тут все не совсем однозначно. Вот. А что будет, если он вернется? Чем для вас это так страшно? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Удачи!